Никого не ждем? Забираемся! Ура! Время самой занудной лекции. Да, моя лекция будет немножко образовательная, потому что ребята мне дали задачу все-таки как-то поднять бренд Хаспа в ваших глазах, чтобы вы чуть-чуть иначе рассмотрели это понятие и, возможно, хотя бы если один из вас сегодня уйдет и скажет, ладно, нормальная эта тема Хасп, то все, я буду считать, что моя миссия выполнена. Так, ну что, будем начинать? Давайте очень кратко познакомимся. 10 лет в ресторанной сфере. Как приличный студент в 17 лет пошла официантом, поэтому отлично знакома с индустрией. До управляющей, все по классике. Затем несколько лет на фестивале уличной еды отвечала за фудкорт. Это я была тот человек, который составляла фудкорт на фестивале уличной еды на арт-заводе платформа и тогда еще на кураже. И вот уже четыре года как я работаю в Гудвайне, где один год я тоже работала в фестивалях, а потом для себя решила, что не хочу больше проектов, хочу взять какую-то историю, которая никогда не закончится и вглубь идти. И на тот момент у нас в компании была задача Хасп. Я знала, что это такое, слышала, ну как и вы. И такая, окей, беру, давайте. Не понимая, если честно, насколько это серьезная история. И вот уже три года я отвечаю за Хасп в бюро ВИН. Компания наша называется бюро ВИН. Гудвайн – это магазин Намечникова и в ЦУМе. А вообще у нас есть еще огромный отдел опта, логистика, склад, хорика и так далее. Поэтому, когда я говорю бюро ВИН, имеется в виду вся компания в целом. Вот. И вот такое вот знакомство. В общем, я в Хаспе три года. Это вам для чего? Для того, чтобы вы понимали, что в целом каждый из вас может его внедрить. Я не 15 лет в этой теме. Да, у меня есть уже на сейчас образование. Я получила два новых высших образования за последние три года на базе первого, чтобы лучше разобраться в Хаспе. Но в целом я всего три года. Так что я новичок в этой теме. И вы тоже можете им быть. Это вот сразу первый миф, что в Хасп нужно там, о нет, надо заканчивать там какие-то странные университеты. Нет, все посильно. Почему мы говорим именно про Хасп, а не про вот эти какие-то другие стандарты? Все очень просто. Вы все знаете, наверняка в 2018 году появилось требование законодателя о том, что любой оператор рынка, каждый оператор рынка должен работать по принципам Хасп. Что такое Хасп? Как и все оставшиеся аббревиатуры, это системы менеджмента пищевой безопасности. Просто Хасп у нас на законодательном уровне обязателен, другие пока что нет. Хорошо это, плохо, не знаю, время покажет. Поэтому мы говорим про Хасп, потому что этого требует закон. Но на самом деле в мире существует очень много разных систем в зависимости от регионов. Там в Канаде своя, в Австрии своя, в Британии там BRC. А Хасп и вот ISO, например, это такие самые базовые, это вот просто как пить дать. Это очень супер-бэйзик программы во всем мире. Все знают, что вообще мы должны работать по принципам Хасп? Все это понимают? Да. А кто сегодня вообще впервые слышит слово Хасп? Welcome to the club. Поэтому, когда я дальше буду говорить про систему управления, это не только лишь про Хасп, это в целом про систему управления безопасностью пищевых продуктов. Извините, лекция будет сегодня прям занудная, но такая тема у меня. Сертификация. Важный момент, миф номер два. Очень часто мне говорят, что Хасп это очень дорого. Дорого – это получить сертификат, потому что действительно вы должны нанять себе аудитора в стороннюю третью организацию, которая придет к вам и две недели будет смотреть, как у вас дела по Хаспу в ваших цехах, ресторанах и так далее. Вот это стоит дорого. Ну, для понимания, для самой-самой простенькой маленькой кофейни это будет стоить порядка 60 тысяч гривен. Если мы говорим про ресторан, это 150 и погнали. Тут есть важный момент. Вот эта третья сторона может быть наша украинская, а может быть какая-то международная. И вот когда международная какая-то организация вас сертифицирует, это на три умножаем, но зато это уже сертификат так сертификат. Вот это дорого, да. Для чего нужна сертификация? Второе, исключительно для вашего какого-то внутреннего ощущения, для маркетинга раз. Второе, ну вот для нас, например, как для бюро ВИН это важно, потому что мы работаем со всем миром, и есть страны, которые не совсем доверяют Украине и думают, что мы цыгане-медведи, а мы такие хоп, показываем, что вот у нас хасп, и они такие, а, ну у вас хотя бы хасп, ну, наверное, с вами можно работать. Это если мы говорим про не маркетинг, а уже какой-то бизнес составляющий. Поэтому вот миф номер два, хасп это недорого, дорого сертификация, а сертификация, она на ваше усмотрение, вы можете не сертифицироваться. То есть важный момент, когда вы получаете сертификат, вы по сути подтверждаете, что вы работаете по хаспу, но это никак не отличает вашу деятельность от того, если вы не имеете сертификации. Ну, понятно объяснила, не знаю. То есть сертификация, это просто как вот реально, это тот случай, когда говорят, это бумажка. Это не увеличивает вашу деятельность никак. Сферы действия и объект. Значит, сферы действия. Видлану до столу, не чумак придумал, а это в стандарте ISO, международном стандарте прописано. Что означает Видлану до столу? Это от фермера до поста в Фейсбуке в сегодняшние дни. То есть это вот момент отбора поставщика, как у нас, например. Это логистика, приемка, склад, витрина, кухня, цех, продажа, выкладка. Сегодня продажа, вот бейкхаус сегодня представлен. Это тоже, там девочки готовились по чек-листу, по хаспу. Ну, это тоже вот сфера действия хаспа. Как они сегодня представят и сэндвичи, которые лежат на витрине, они вам не могут продавать, потому что хасп, тра-та-та-та-та. То есть вот весь этот лантюжок. И объект хаспа – это продукт. И если по нормам температура работы с мясом до 12 градусов, то хаспу все равно, холодно вам или нет, вы должны теплее одеться. Но мясо должно быть в цеху при 12 градусах. То есть объект – это продукт и здоровье того, кто употребит этот продукт. Хаспу все равно на сотрудника, это не техника охраны труда, это другое. Хасп, он про продукт и про того гостя, в нашем с вами случае, который съест бургер, например. Вот кто сегодня первый раз услышал, собственно, аббревиатура. Анализ рисков и критические контрольные точки. Вроде все просто, все слова знакомые. То есть мы должны с вами на вот этом всем пути следования нашего продукта понять, где у нас риски. Что такое риски? Как вы это понимаете? Отравление. Отравление. Риск наступает когда? Когда ты не знаешь, что будет в точке X. У тебя двое маленьких детей. Вот, например, не знаю, но вот этот пример самый типичный. Несунь там пальцы в розетку. Там не трогай горячо. Ребенок трогает в первый раз, потому что он не понимает, что такое горячо и какой риск его там ждет. А вот уже второй раз не будет, потому что уже понял в этой точке X, что там риск. В этой точке может быть как положительное влияние, как отрицательное, так и нейтральное. Так вот наша с вами задача найти, где у нас отрицательные какие-то воздействия на наш продукт. И для этого очень важно понимать вот этот путь следования продукта и каждый вот этот вот этап раздолбить и понять, какой у меня там может быть риск. Из этого всего букета выбрать самую жесть какую-то, самую опасную историю. И обозначить это как критические контрольные точки. Это вот если очень так на пальцах объяснить, что такое ХАСП. И когда мы говорим про вот этот вот весь букет рисков, очень сложно не потеряться и понять, а где же, где ХАСП, а где не ХАСП, а где уже техника охраны труда. Смотрите, все очень просто. Все наши риски можно разделить на три плюс одну группу. Начну с последней. Аллергены – это суперсубъективный фактор, поэтому все, что мы можем с вами сделать, это написать в меню состав и мелким шрифтом внизу написать, или не мелким, в случае аллергии, там укажите официанту или в каком-то таком ключе. Физический, химический, биологический. Физический фактор – это что-то постороннее в вашем блюде. Косточка от вишни, волос, ногти, кольцо, осколок. У кого какие были примеры? Ну, наверняка, в личной жизни, может быть, кто-то. У меня было так, что я купила пиццу, готовилась в этом, это было не в заведении, но там говорили о том, чтобы опасно. Мне попалось с мой прониками, покажу, как-то панцирь. От креветки? От митки. А, ну да. У кого-нибудь еще что-нибудь было? Полиэтиленовый пакет фуаграмм. Полиэтилен. Блин, это обидно вообще, фуаграмм. Да? Ой, у меня тоже волосы. Тоже полиэтилен? Да, тоже полиэтилен. Уже волосы ни у кого никогда не попадались? Ну, волосы. Ну. Это как здрасте, да? Ну, дома, кстати, ни у кого не попадаются волосы, да? Только в ресторанах. А все почему? Потому что дома мы готовим 4 блюда, а в ресторане 400, да? И вероятность, соответственно, выше. И вот в хаспе есть такое понятие, как вероятность, очень важное, одно из основополагающих. Если у вас за 5 лет в ресторане не было волос, это не означает, что он не попадется никогда. Это первое. Второе. Это означает, что вы, возможно, просто не в курсе. И суперлояльный гость вам об этом не сказал. Поэтому, знаете, вот этот комментарий, когда такого больше не повторится, в хаспе нельзя такое говорить. Вероятность есть всегда. На 100% мы не можем быть уверены. И вот суперпример по рискам – ковид. Мы еще 2 года назад даже не могли предположить с вами о таком внешнем воздействии. Значит, физический фактор – это посторонний предмет. Метхимический, понятно, это неправильное, некорректное использование химии. А также нитраты, пестициды, все возможные препараты, которыми поставщик может подкармливать или удобрять. А также аптечка. Поэтому аптечка не должна стоять на кухне. Максимум жгут, бинт, пантенол. А все остальные лекарства где-то в подсобке у администратора. И биологический, самый жесткий, самый опасный – микробиология. То, что мы не видим, не всегда можем почуять на аромат. Вот если у меня сейчас на руке 100 бактерий, через 3 часа будет 51 тысяча. Бактерии размножаются с геометрической прогрессией. Поэтому вот эта история о том, что руки нужно часто мыть, она неспроста. И вот вы, собственно, на своем пути следования продукта. Себе раз-два на листочке А4 расчертили, где какой фактор может быть. И возвращаемся к определению ХАСПа. Определяем на свой рост суд. Да, законодатель так и определяет, что мы сами для себя определяем. Вот это у меня критическая контрольная точка. Идем дальше? Идем дальше. Вот этот самый длинный слайд. Сфотографируйте его. Вам для работы, для понимания, на каких этапах у вас есть ХАСП. Очень часто ХАСП говорят о том, что это личная гигиена, какие-то санитарные нормы. Это, вот видите, один из пунктов. Работа с вредителями, крысы-тараканы, вот эта вся неприятная история. Кстати, вот сразу вам скажу, где вы можете экономить. И когда мы говорим о том, что ХАСП это дорого, смотрите. Например, в стандартном договоре, конечно, который из вас никто не читал. Зачем? Просто все закрыли вопрос и имеют подрядчика по вредителям. Есть вопрос по неустойке. И, как правило, в договоре пункт звучит примерно так. О том, что если вы выполняете все рекомендации вашего подрядчика, то он вам гарантирует, что у вас не будет никаких вредителей. Образно, это должен быть некий журнал, который вам предоставляет подрядчик или какие-то акты или в какой-либо иной форме. И, например, он вам пишет с фотографиями о том, что вам нужно провести уборку в зоне приемки. Вот вы провели уборку, а у вас там тараканы продолжают быть. Все, вы можете поговорить о финансовых вопросах с вашим подрядчиком. Как пример. Потому что, как правило, они это закладывают в договор. Технологические процессы. Ну, вот здесь, например, как часто мы меняем во фритюре масло. Тоже какой-то коротенький маленький журнал. И вы можете сразу отслеживать, не слишком ли вы часто меняете масло. Это же тоже сразу расход, финансы и так далее. Клининг. Чем убираем? Кто убирает? Как часто? Я рекомендую рекламу. Можно, Катя? Можно рекламу? Да. Я рекомендую нашего подрядчика по химии, бета-сервис. Вот к нам каждый месяц, наверное, приходит какой-то новый подрядчик. Лучше никто не справлялся с задачей. И профессиональная химия, она дорогая. Ну, на старте, когда вы покупаете литр концентрата, конечно, он будет стоить вам там типа полторы тысячи. Это не фейри, да? Сколько фейри стоит там? Сто? Не знаю. Но в пропорциях этот концентрат, он в четыре раза эффективнее фейри. Поэтому лучше, наверное, раз купить профессиональную химию, и вам ее в четыре раза дольше хватит. И различные решения. Ну, вот, например, очень активно в ресторанах используют металлические, их называют ежики, ершики, чтобы там гарь убирать. Это физический фактор, это жесть. Там и физический фактор, там и биологический фактор. Это враг, просто номер один на кухне. И вот они нам нашли техническое решение. Полтора года у нас уже используются, ну, как щетки из Дании. 162 гривны стоит одна штука. С ними ничего не происходит. Они отработали уже всю свою цену за полтора года. Вот ты берешь их в руки, ну, чуть-чуть использованные. Ну, видно, что не вчера куплены. Но это стабильно выгоднее и с точки зрения финансов, и с точки зрения ХАСПа однозначно. Поэтому бета-сервис очень рекомендую. Техническая служба, ремонтные работы, обслуживание печей, ваших парконвектоматов, холодильников. График обязательно. Это просто, это то, на чем вечно сыпятся очень многие наши департаменты. Это именно обслуживание холодильного оборудования. И ваш подрядчик по обслуживанию, это просто прям топ-3 из участников в ХАСПе. Очень часто недооценивают этих подрядчиков. Маркировка, этикетка. Ну, если вы ресторатор, у вас все просто. Это меню, и где-то там полное меню, которое некрасивое, на А4 просто. Работа со стеклом – это физический фактор. Стекло и наши все боксы, которые вечно откалываются. Это по посторонним предметам, из моего опыта, это номер два. Вот именно отколы от боксов с салатовыми ручками. Все, наверное, их используют. Ну, большинство так точно. И управление отходами. Вот у нас сегодня будет лекция по… В том числе… Вы будете про нас что-то рассказывать? Мы, когда… Два года назад у меня был вопрос с вредителями. Гудвайн Намечникова находится в центре города, за нашим зданием гора. У нас началась стройка рядом, вибрации. И у нас пошли проблемы с вредителями, начали изучать вопрос и в том числе дошли до мусора. И я углубилась в тему сортировки. Но не с позиции социальной, а скорее вот просто навести порядок такой в нашем мусорном домике. У нас такой отдельный мусорный домик. Короче говоря, на тот момент у нас было две фракции, которые мы сортировали. На сегодня семь. И пространство нас услышало и свело с подрядчиком. И сейчас мы… у нас есть пилотный проект на нашем другом подразделении. О нем вы услышите попозже. Не буду останавливаться. И теперь мы еще и сортируем отдельно отходы животного происхождения. Это к тому, как у вас вредители могут вам еще подправить ситуацию с другим блоком, с управлением отходами. И теперь мы уже заморочились, и мы управление отходами перевели в социальную историю. У нас теперь, ну, например, в офисе мы используем бумагу из переработанного сырья. Ручки не пластиковые теперь заказываем, а картонные. И, в общем, много таких разных фишек у нас пошло. То есть это то, как Хасп может вас привезти куда-то еще. Это просто вот, чтобы вы понимали, что Хасп — это не только про чистые руки, это где-то еще. Удивлены? Нет? Ну, слава богу. Идем дальше. Система документации. Это то, чего все боятся и говорят, о, боже, Хасп — это куча журналов. Нет. Наш консультант предложил нам изначально 26 журналов на каждый отдел. Мы сказали, нет, Goodvine — это не та компания, где будут вот этим вот заниматься. Нам надо, чтобы система работала на местах, чтобы каждый повар у себя на месте понимал, что такое Хасп. Журналы, наверное, какие-то должны быть, но давайте без фанатизма. Сейчас у нас больше всего журналов в мясном и рыбном отделе, их шесть. Все, мы оптимизировали, сократили, поняли, что какие-то журналы, ну, например, журнал по растворам мы не ведем, потому что бета-сервис нам предоставили автоматическую выдачу сразу же готового раствора. Все, убрали. И некоторые просто не имеют смысла. Некоторые журналы — это реально журналы на журналы. Есть хорошая новость. Законодатель требует от нас только два журнала. Это журнал здоровья, но он еще часто называется «Гнанечков». Журнал здоровья. И второй — это тренинг-лист или некий документ, подтверждающий, что вы обучили своих ребят личной гигиене, которую нужно раз в год обновлять. То есть вы раз в год обязаны обучать своих ребят личной гигиене. Все остальное — это уже ваша внутренняя система документации. Вот миф номер какой-то. Надеюсь, мы развеяли и система документации на ваше усмотрение. Как внедрить? Тут истеричное «как внедрить», потому что я очень часто слышу желание и намерение, но какой-то очень сильный страх, потому что кажется, что это какое-то что-то необъятное. Ну, как внедрить? Я вам уже говорила, что я работаю над этой задачей три года. И у меня уже выстроилась некая система рекомендаций, как же внедрить. Ну, давайте посмотрим, что же я вам рекомендую. Ключевое. Нужно ответить себе на вопрос, зачем мне это нужно. Я это хочу сделать, потому что лишь закон это требует. Тогда вам нужен договор на диератизацию и дезинфекцию, какой-нибудь договор с подрядчиком по обслуживанию оборудования, тренинг-лист про обучение, который я упоминала. Ну, еще там каких-нибудь пару договоров о вывозе мусора. Среди них должен быть обязательно договор на вывоз опасных отходов, на вывоз отходов продукции животного происхождения. Ну и все. И на этом можно порешать с этим хаспом, забыть и все. Второй вариант. Вы себе говорите, да, я, наверное, хочу какую-то систему, хочу оптимизировать. И вроде бы есть какие-то фишки в этом хаспе. Ну, окей. И третий вариант, который часто выходит из второго, это про ценность. Вот в нашем случае это ценность. Мы не гонимся за какими-то… То есть нас никогда вы не увидите в соцсетях, в отличие от других ритейлов, о том, что вот мы работаем по хаспу и так далее. Это наша внутренняя часть идеологии. Мы работаем спокойно. Сейчас вижу такую тенденцию. Вот меня приглашали на обучение в Одессу. Ребята совсем юные, кофейня. Вот такая хипстерская, хорошая кофейня. И они хотят, чтобы это была их ценность. Вот это классно. То есть они даже не особо знают, что там что-то закон требует. Говорят, хотим, чтобы у нас прям был качественно хороший продукт. Вот. Поэтому, исходя из одного из этих трех ответов, двигаемся дальше. Вот это ключевое. И тут очень важно понимать, есть у вас ресурс на то, чтобы это внедрять как ценность. Ресурс я имею в виду и энергетический. Вообще кто это будет делать? Это же кто-то должен делать. Да, это… Ну, оно само себя не сделает. Так. Дальше. Создание рабочей группы. Это… Сори, это третий документ, который у вас тоже должен быть обязательно. Это какой-то внутренний приказ о том, что вы создаете рабочую группу по Хаспу. Как правило, в нее почему-то входит, например, шеф-повар и технолог, если есть. Но я вас настоятельно направляю на то, что здесь должны быть представители, отвечающие за клининг. Если у вас две хозяюшки, то это администратор должен быть, который отвечает за хозяюшек. И некая техслужба. Если это дядя Валера, да, который приходит там два часа в неделю, то это тоже администратор, который коммуницирует с этим дядей Валерой. А если у вас сети, есть техслужба, то это обязательно. Техслужба и клининг – это просто ключевые люди в Хаспе. Это… Это 100%. Затем изучение наказа 590 – это просто библия Хаспа распечатать и иметь всегда, и периодически листать. Это вот прям… Там очень четко все расписано, 20 страниц. Если там диротизация, дезинфекция, 10 пунктов, что у вас должно быть. Все достаточно понятно. Непредельно, но достаточно. И обязательно договоритесь внутри команды, как часто вы собираетесь. Раз в два месяца – окей, но точно раз в два месяца вы собираетесь. На полчаса – окей, но все равно вы должны собраться. То есть вот должна быть какая-то системность встреч по Хаспу. Потому что очень часто Хасп, он идет в каких-то ощущениях, понимании, где-то после всех иных бизнес-процессов, и до него никогда не доходят руки. Поэтому вот тут очень важно. Ну, мы, например, в Гудвайне собираемся каждый второй вторник и каждый четвертый вторник месяца. У меня есть рабочая группа. Это старшие всех подразделений, включая наши другие магазины – Бэтбоя, Болонь, ЦУМ, Цех. И мы встречаемся каждый четвертый вторник месяца. Мы обсуждаем, делимся, какие у кого были рекламации в отделе. Жалобы, комментарии и так далее. Делимся, обсуждаем, находим какие-то решения. Это очень действенно, потому что могут повторяться типы рекламации. Поэтому обсуждаем. А каждый второй вторник месяца у нас какая-то тема. Вот сейчас мы, например, обсуждаем, завтра будем обсуждать тему приемка. Приемка товара. Вроде бы все знают, но нет, давайте мы еще раз обсудим приемка товара. И мы иногда, вот мы уже обсуждали эту тему, поняли, что надо еще. Окей, еще встречаемся, еще обсуждаем. Создание плана. Это не на 30 листовку это плана, а 4. В этом году я хочу разобраться с моющими и с крысами-тараканами. И все. И вот хотя бы наметите себе там 2-3 пункта и работайте хотя бы над этими пунктами. Вы точно не сможете все реализовать. Я еще за 3 года не все реализовала. И это история, которая никогда не закончится. Думала, что будет ярко видно, но, сори, не такой уж контраст получился. Вот тут такой момент философский, но очень важный. Я несколько раз срывалась и думала, что все, я не могу, не хочу, потому что, потому что, очень много потому. И все, не могу, надо, все, не буду делать хасп, все, гори огнем. Но тут просто нужно с собой договориться, выдохнуть, посмотреть назад, что уже сделано и идти дальше. Вот я когда увидела, например, что сегодня будет наш подрядчик по сортировке, я подумала, боже, как прекрасно. У нас 3 года назад вообще ничего не было. Мы даже как-то об этом не думали. А сегодня нас будут как кейс обсуждать. Ну, классно, классно. Так что вы точно разочаруетесь, вы подумаете, что это какая-то ерунда, вам это не нужно. Ну, это просто, чтобы вы знали, что так будет. Но все, прочь и идите дальше. Нанять консультанта. Тут у меня вот как бы есть несколько комментариев. Комментарий первый. Есть ощущение, что кто-то где-то когда-то раздал всем консультантам один и тот же блок документов, потому что вот все то, что я вижу каждую неделю, когда я езжу на аудиты к нашим поставщикам, вот реально такое ощущение, что где-то вот с одного принтера это все вышло. Ну, в этом есть смысл, потому что 590 на кассу, он достаточно конкретный. Но это я к чему? К тому, что нет смысла, вы купите этот набор документов за 20 тысяч у кого-то или за 150. Потому что в любом случае, вот поверьте, я еще не встречала ни одного консультанта, который бы делал вот под вас, вот прям с душой, изучил ваши все процессы. Вам выдадут стандартные наборы и все. Поэтому купите самый дешевый набор и сами его прорабатывайте. И второй аспект, это, конечно, в принципе, дух этих хасп-людей. Вот знаете, у нас тут 300 практики, такой комьюнити, мы с вами вечером куда-то пойдем, там винишко будем пить и все. Вот в хасп-комьюнити такого нет. Ну, я бы даже сказала, наверное, что и комьюнити хаспа или там качество, к сожалению, его нет. Это достаточно такие зашоренные, бюрократичные склады ума. Ну, вот недавно был пример, кто читал про Влада Яму, про аллергическую реакцию. Видели в соцсетях? Просто я состою в этих всех прекрасных группах по хаспу, поэтому, конечно, я видела. И, в общем, суть в чем, Влад Яма съел что-то в ресторане, у него началась аллергическая реакция. В меню не было указано, что там есть мед, а у него на мед аллергия. Вот, и он не указывал в каком это ресторане, но в наших суперчатиках по хаспу начались какие-то обсуждения. То есть это не люди из Гудвайна, это просто такой чат, там 305 человек, и там представители хасп-сообщества. И, значит, задают вопрос модератор этого чата, администратор, коллеги, что будем делать, вот такая ситуация. И там начинается нестись такая информация. Например, нужно перепечатать меню. Ну, класс. Ну, и я отвечаю, ребят, смотрите, это нормальная тема, когда на кухне что-то заканчивается, есть ступ-лист, он есть на кухне, официант об этом в курсе, там, и так далее. Нет, нужно перепечатывать меню, и пока не перепечатано меню, ресторан не должен работать. Ну, то есть, вот, понимаете, уровень вообще непонимания нашей с вами сферы. Поэтому это я к чему? К тому, что, к сожалению, консультанты, они немножко в какой-то другой реальности. Я не говорю, что это плохие люди, у них просто какая-то, ну, своя реальность. Поэтому купили самые дешевые раздаточные материалы и сами с ними работать. Поэтому не тратьте кучу денег на консультантов, за исключением, если к вам пришла проверка, и вам нужно быстро, чтобы там у вас есть пять дней в прописи. Да, есть такие суперконсультанты, которые реально все решат, все сделают, все вам напечатают. Но это другой немножко вопрос. Если вот у вас действительно какие-то крупные нарушения, и я знаю нескольких таких консультантов, у которых такая специфика. Они работают один-два дня с заказчиком, решают, закрывают припись, то есть оформляют какие-то инструкции, быстро шаблонные печатают. Но это же про другое. Это когда ты хочешь закрыть вопрос с проверяющими органами, но не заплатив, а как-то все-таки это оформив. Но это другой тип консультантов. Что у меня по времени? Ну и пятое. Хвалить себя, я уже об этом говорила. Обязательно фиксируйте, что у вас изменилось по ХАСПу. Если есть возможность, еще и фиксируйте финансовые преимущества, во сколько вы сэкономили, сколько потратили, и вы удивитесь, когда вы увидите, что вы экономите, когда у вас сокращаются списания, когда вы можете выставить претензию поставщику. Конечно, многие из вас мне скажут, конечно, Лена, ты работаешь в Гудване, а у меня мой поставщик – это какое-то очень частное лицо. Но вот из опыта вижу с нашими поставщиками украинскими, в основном это наши поставщики Бакалеи, они уже начали так работать и действительно уже сами начали выставлять претензии своим поставщикам. Так что это не только в Гудване. Как мы внедряем? У нас в Гудване, как уже объяснила, у нас есть рабочая группа. Два раза в месяц мы встречаемся все. Это порядка 25-30 человек. Каждую первую неделю я езжу на наши другие локации, целый день с ними провожу. Есть чаты, ну, конечно, есть чаты с каждым отделом. Есть общий чат по рекламациям. Внедряем индивидуально у каждого, понятно, своя специфика. И с каждым есть отдельные встречи в течение месяца. И, конечно, обход, то есть физически я прихожу в отделы, смотрю, фотографирую и просто пишу, как дела. То есть я уже не пишу. И моя задача, чтобы ребята сами уже решали вопрос. И самый крутой ответ – это типа понял, принял, сейчас исправим. И наша идея в Гудване – внедрять Хасп таким образом, чтобы не отдел качества где-то там в офисе внедрял какой-то Хасп. Вот я сейчас уйду в пятницу на две недели в отпуск и уезжаю туда, где буду без связи. И я абсолютно спокойна. То есть я понимаю, что у ребят уже есть уровень мышления, который позволит им оценить эти риски, принять решения. Они не всегда могут быть правильны, эти решения, очевидно. Но во всяком случае идея в том, что когда у любого нашего сотрудника, у продавца, у кассира спросят, что такое Хасп, может быть, на английском они не ответят, но они что-то смогут рассказать. Как внедряем поступательно? Есть некие проекты на год, которые ставим в январе, в декабре. Внедряем поступательно и с пониманием того, что это никогда не закончится. Что это всегда система для улучшения. Вопросы? Поднимайте руки. Смотри, всем все понятно. Никто не хочет спросить про Хасп. У меня будет два вопроса. Первое. Как быть рестораном, которые были изначально построены не по Хаспу? То есть там есть вопросы неразрозненных потоков. Помещение не позволяет где-то там что-то добавить, ту же посудомоечную машину на черномойке. Это первое. И второе. Посоветуйте, пожалуйста, организации, которые выдают сертификат. Как их называют, как они называются, где их найти, куда обращаться. Окей. Вопрос первый. Наш главный магазин тоже был построен не по Хаспу. У нас тоже есть за всеми нашими отделами один общий коридор. У нас одна общая приемка. Значит, первый шаг наш. Мы разделили потоки по времени. Овощи, фрукты всегда в самом конце дня. Мясо в начале, молочка в начале. То есть у нас есть часы. То есть раньше просто машина приехала, приняли, приехала, приняли. Все. То есть разделили базово по времени. И это нормальное решение. Если у вас маленькое помещение, вы не можете его никак увеличить. Значит, по времени разделяем. Это вот как, например, с мойкой яиц. Ну, очевидно, никто из вас не имеет цех по мойке яиц. Значит, сначала, в начале рабочего дня мойте яйца. Или в конце рабочего дня мойте яйца. Так, это по поводу мойки. Вам некуда ее поставить. И у нас ресторан, и у нас тупо одна мойка. Ну, очевидно, тут по времени не получится разграничить, потому что все несется. Не знаю, надо подумать. Ну, не выстрелила. Не знаю, надо подумать. Второе. Организации, которые сертифицируют. Ну, самые такие вот прям крутые-крутые, которые есть у нас. Международные. Тюфнорд, тюфсюд. И вот мы подавались к этим. Мы провели тендер. Вообще, кстати, очень классная тема. Тендер. Вот, например, у меня не устраивает вопрос по мухам. И я провела тендер. Я понимала, что я хочу работать с подрядчиком, который знает, как пользоваться телеграммом базово, например. Я хочу работать с подрядчиком, который понимает, что такое good wine, какие у нас гости. И я хочу работать с подрядчиком, который не пришлет мне человека в какой-то грязной форме, а с пониманием к этому отнесется и скажет, окей, вам надо после закрытия магазина, хорошо. И тендер – это прям очень такая важная штука. Мы провели тендер, и я гуглила. Я уже не помню, как я гуглила. Просто сертификационные компании ISO, как-нибудь так. У нас было… Я выбрала только международные компании. Украинские мне не интересны. Очень много примеров того, когда ты видишь… Я не говорю, что все, я говорю, очень много примеров. Когда ты видишь сертификат от украинской компании, а на деле – ничего. Только вот это вот в рамочке, это нерабочая схема. Тюфнор, тюфсюд. Но это прям круто. Это вот прям… Вот. Ну, вот так. Еще есть вопросы? Иду. Здравствуйте. Я хотела бы узнать, существует ли где-то такое место, где можно обучиться ХАСПу. Вот, например, если сеть, чтобы у нас был такой специалист. Вот эта презентация, которую вы видели, это самая креативная презентация по ХАСПу. Как бы это ни звучало. Все обучение. Я имею в виду, что обычно, когда вы ходите на обучение, это просто какие-то простыни из законов, и ты сидишь вот просто в таком напряге. Когда я начинала изучать ХАСП, я же такая с блокнотиками пошла на все подряд курсы. Ну, во-первых, ты типа должен уже знать, что такое ХАСП. Вот так вот, чтобы вам вот на пальцах рассказали, я не видела таких консультантов или такое обучение. Второе – это куча нормативной документации. Вот хорошо у меня, первое мое образование – это юридическое, и я на раз-два читаю эти документы. Но ресторатору это очень сложно. Поэтому вот как курсов-курсов, к сожалению, такого нет. Вот прям, чтобы ты пришел, полноценно получил. Государственные органы иногда проводят такие, типа, вебинары, но, к сожалению, это не… Это скорее, когда ты уже пришел там с каким-то точечным вопросом, и вот тебе его пояснили. Но вот так, чтобы академично – нет. Я пошла, я думала, сейчас я пойду в университет, и я пошла в НУБИП, в аграрный. Поступила сразу на технолога и на сертификацию стандартизацию, на заочку, на базе первого. И, ну, что я вам могу сказать? Ну, во-первых, система образования, методология очень устарела. Второе, ну, просто преподаватели не приходили на пары. И поэтому, ну, как-то так. Нет, негде обучиться. Как? Ну, есть технологи, например. Но тут есть опасность, что к вам придет технолог, который, как вот я рассказывала в чатике, будет вам писать, что надо закрыть ресторан, пока не перепечатается меню. То есть его нужно как-то там тусить с ним, приводить на рестопрактики, чтобы он становился каким-то более подвижным. Да нет, они существуют. Просто они очень из другой какой-то галактики. И они вам будут писать кучу документов и говорить, надо по инструкции. А вы говорите, какая инструкция? Если петрушка закончилась, положили укроп, и все. Есть частные задачи, которые вы можете сделать? Ну, вот вы можете выбрать консультанта какого-то, создать свою рабочую группу и сами делать. Это если есть на это временной ресурс. Я, наверное, все-таки рекомендую больше, чтобы внутри компании был человек, пусть на полуставки, но не консультант. Консультант, ну, это как? Это пришел, ушел, ответственность не несу. Я вам выдал документы, а вы уже изучаете. Но если вы не готовы... Короче, идея в чем? Консультант за вас хасп не сделает. Он вам может дать козу. Но руками вашими вы все это делаете. Надо находить человека внутри. Надо смотреть, может быть, кто-то есть таким образом мысли... Мышление. Да, спасибо. Где ты, Катя? Спасибо. Поэтому у меня нет рецепта вот прямо так сказать, что найти... Мы искали технолога в одной из подразделений 6 месяцев. Потому что все приходят и говорят о том, что нужно цех по помывке яиц. Ты говоришь, ну, оптимизация, площади, ну, как? Нужен цех... Где написано? 78-й год. Гост, который уже давно отменен. И ты говоришь, Гост отменен. Ну, типа, как дела вообще? Нужен цех, и все, и там, ну, войдите. А надо вам вообще ресурс тратить свой на человека, который не готов быть гибким? Поэтому лучше ищите у себя. Раскиньте функцию на нескольких людей. Промотивируйте, доплачивайте 3 тысячи в месяц, и вам будет спокойнее, если внутри команды будет такой человек. Да. И пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, а можно ли вот обратиться к вам, чтобы обучить своего сотрудника? И нужно ли для того, чтобы вот я, например, принимаю решение, что мой сотрудник становится еще и плюс доп. вот этим, за вот эти же 3 условленные единицы. можно ли так? Или нужно какие-то сертификаты о том, что человек... Ну, вот у меня есть два высших образования. Толку что? Я даже не забрала эти дипломы с универа. Подожди. В документальном вопросе. Вот когда я пришла, и у меня нет этой корочки. Нет? Нет. Нет такого требования. То есть, соответственно, мы можем обратиться и сказать, Лена Полищук, здрасте. Лена Полищук, как индивидуальное лицо, не представитель Гудвайна, не представитель Гудвайна, может рассказать, что такое хасп, вот как сегодня, только на 2-3 суток, без документации. Без документы не выдаю. Могу обучить. Считаю, что хорошо это умеет делать. Документы не пишу. Когда человек не знает ничего и куда бежать, что делать, стать таким вот путеводителем, может быть, Лена Полищук. Ну, я не хочу себя рекламировать, но получается, что ты это сделала. Ну, у меня вопрос просто. Возьми, вот. Да? Все, спасибо. Лена, самое классное. У-у-у-у! Нет, это истинная правда. Никто из нашего круга не смог, так как Лена с хаспом подружиться. Еще есть вопросы? Вопросов больше нет, Лена. Я вам в чатике сейчас напишу. Это подарок. Сейчас, такой у меня последний слайд. Сейчас, где последний слайд? Я есть в чатике. Блин, не получается последний слайд. Ой, вот так. Я вам сейчас в Телеграм отправлю пирожок. Десять рандомных микро возможностей, чтобы у вас уже был хасп на вашем предприятии. Соответственно, вы увидите меня. Если я могу вам чем-то быть полезно в рамках разумного, пожалуйста, обращайтесь. Хасп вашему дому. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Лена.